Берег Баренцевого моря манит разных туристов. И это не только представители азиатских стран. В Териберку приплыл необычный для наших мест гость, который весит не одну сотню килограммов. Моржа заметили рыбаки и запечатлели на видео. Что привело краснокнижное животное к нашим берегам и о чем это может сигнализировать, выясняла Елена Галямина. Морж, плавающий в нескольких метрах от лодок и тральщиков недалеко от береговой линии в Териберке, удивил рыбаков. Визит морского гостя даже для местных жителей, видавших многое редкость. Арктического зверя запечатлели на камеру мобильного телефона и опубликовали в одном из пабликах в социальных сетях. Видеозапись быстро стала популярной. Северяне предположили, что морж оказался в Териберке случайно. Косатки гнали по губе Мойву, а толстокожий обитатель северных широт испугался и искал убежище у кораблей. Но такая версия, по словам научного сотрудника морского института, не соответствует действительности. Просто в любой популяции есть такие генетические бродяги, условно говоря, которые постоянно куда-то заходят, выходят за пределы ареала. А это и среди птиц постоянно мы ежегодно видим, когда пацифических, тихоокеанских птиц видим, скажем, в Баренцевом море. И даже антарктических иногда. Юрий Горяев пояснил, район зимовки Атлантических моржей, коим оказался гость, Печорское море. Животное способно преодолевать большие расстояния в воде безо льда, поэтому доплыть до Териберского берега молодому самцу несложно. Научные сотрудники видят в этом хороший знак. Сейчас идет рост популяции после длительного промысла и сокращения численности в прошлые века. Может быть, еще и с этим связано. То есть он немножко старается расширить реал во все стороны. Во Всемирном фонде дикой природы уточнили. Цвет кожи моржа свидетельствует о том, что он провел в холодной воде достаточно продолжительное время. И предположили, появление моржа в Териберке может сигнализировать не только о положительных изменениях и возвращении краснокнижного животного к историческому ареалу обитания. К такому появлению могло привести и изменение климата в Арктике, изменение условий среды их обитания, так и интенсификация морской деятельности в Баренцевом море. Это и усиление трафика судоходства по Севморпути, сейсморазведка и другие различные активности. Сейчас Всемирный фонд дикой природы запустил проект по сохранению атлантических моржей. Узнать всю информацию и помочь сохранить одного из самых уязвимых обитателей Российской Арктики может каждый желающий.